Приветствую вас! Вижу, мои коллеги дали вам уже некоторые ответы на ваш вопрос. Ответы мне понравились, потому что раскрывают, по сути, несколько аспектов проблемы. То есть, с одной стороны, они показывают, что можете сделать вы, с другой стороны, они показывают, для чего вам это делать. То есть, это вот такой, получается, мозговой штурм. Ну, наверное, как и любой вопрос подобного типа. Что я хочу вам сказать, да? Значит, ну, по поводу того, зачем вам это нужно, и почему вы этого хотите, я, если и скажу, то в конце. По поводу того, значит, чтобы молодой человек этого не заметил, и это было его решение, я думаю, нужно сказать больше всего, потому что это ваш вопрос. Но перед этим, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вы используете слово «несерьезные отношения». То есть, вы как бы говорите, что у меня есть отношения, но они несерьезные. И они, эти отношения, несерьезные потому, что я, как бы, так считаю, то есть, я решила, что у меня отношения несерьезные. Я хочу их превратить в серьезные. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что несерьезность и серьезность отношений определяется самим человеком. То есть, это очень субъективный момент. Вам нужно, сперва, для себя, определить, что такое серьезные отношения. Что они для вас означают, серьезные отношения. И чем они отличаются от несерьезных. И почему, по вашему мнению. Дальше, следующий момент. Совпадает ли ваша позиция, ваша точка зрения с точкой зрения молодого человека? Потому что, если для него отношения, такие, какие есть сейчас, серьезные. То мало вероятности, что он их поменяет. Мало вероятности, что он их переделает. Мало вероятности, что он станет что-то менять. Потому что, для него, серьезные отношения, это те, которые вы считаете несерьезными. Это серьезно. Это значимая проблема. Проблема в различии между восприятиями одного и того же. И, соответственно, здесь нужно очень хорошо подумать. Если это различие сильно, очень сильно, слишком сильно, то, в таком случае, может быть, имеет смысл пересмотреть молодого человека. Ну, потому что, опять же, молодой человек, который не поддерживает вас, который который имеет различные взгляды, отличный от вас взгляд на ситуацию, на проблему, вот, он рискует не быть с вами вместе, он рискует ну, просто-напросто не иметь возможности вступить с вами с вами в близость, эмоциональную близость, хотя бы, хотя бы эмоциональную близость. Вот. То есть, серьезность и несерьезность. Это первый важный момент. Второй момент. Вы пытаетесь как-то категоризировать отношения. То есть, вы пытаетесь знаете, как дифференцировать их. То есть, вот, есть отношения серьезные, а есть отношения несерьезные. Но в человеческих отношениях серьезность и несерьезность, как я уже сказал, определяется к каждым человекам. То есть, это субъективная позиция. И если вы хотите быть молодым человеком, то есть, если априори вы его любите, то, наверное, вы его принимаете. если вы принимаете, значит, вы принимаете и то, как он воспринимает отношения. И если вы принимаете то, как он воспринимает отношения, то вам нужно принять и его позицию относительно серьезности отношений. То есть, ориентироваться здесь нужно не на себя, не на то, как вы считаете, ну, какими вы считаете отношения, а на то, какими он считает ваши отношения. Вот это также очень и очень важный момент. если вы, конечно же, действительно хотите отношения сохранить с молодым человеком. То есть, если вы не хотите его от себя отдалить, отвратить и так далее. Далее идет момент, значит, в котором вам желательно ответить на вопрос такого типа «Зачем мне серьезные отношения?» Вот зачем мне они «Для чего мне они?» «Серьезные отношения мне для чего?» «Я хочу быть с молодым человеком?» «Или я хочу именно в серьезных отношениях?» Понимаете? Это тоже очень важный момент. Потому что, если вы хотите отношений, то вы принимаете их любыми. Если вы хотите серьезности в отношениях, значит, вы движимы своими желаниями, своими потребностями. И в этом случае молодой человек воспринимается вами всего лишь как средство. Как средство для достижения своих целей. Что в принципе не является чем-то плохим. Ну вообще. Но несмотря несмотря на это и даже на то, что это не является чем-то плохим может навредить вам. Может помешать вам выстраивать их адекватно. адекватное взаимодействие с мужчиной. Дальше идем. Здесь нужно определиться с желаниями. Понятно. Чего вы хотите. И отграничить их ваше желание от собственно самих отношений. потому что за ваши желания да человек другой нести ответственности не должен. Не может и скорее всего не хочет. я полагаю я полагаю что вот это ключевой момент один из точнее ключевых ключевых один из ключевых моментов. Дальше вы пишите чтобы молодой человек сам этого не заметил это было его отознанное решение. Здесь небольшое противоречие возникает. То есть я понимаю что вы может быть просто ошиблись я понимаю что может быть я просто придираюсь к словам сейчас но если молодой человек не заметит того что ваши отношения стали серьезными да то он не сможет сделать это осознанно и если он сделает это осознанно то он не сможет этого не заметить понимаете такой вот противоречивый момент здесь и соответственно вам нужно нужно для себя решить что в приоритете либо чтобы он просто перевел отношения в ту форму какая вам нужна решение либо чтобы он принял осознанное решение ну и конечно слово осознанный и сознательный рекомендуется разобрать потому что это разные термины обозначают они разные вещи и есть подозрения есть такое подозрение у меня что вы можете не до конца отдавать себе отчет в том что такое осознанное и что такое сознательное это разные вещи далее значит теперь как вам перевести несерьезные отношения в собственно говоря серьезные нужно определить что мужчине важно в контексте ваших отношений нужно определить что мужчине ценно в контексте ваших отношений как правило как правило мужчину нужно стимулировать к чему-то нужно стимулировать мужчину например к тому что он может вас потерять для этого необходимо вести себя с ним, ну, скажем так, выдержанно, немного отстраненно, давать ему больше свободы, позволять ему больше проявлять инициативы, не проявлять инициативы, соответственно, первые, да, вот, и принимать эту инициативу, собственно говоря, от него, вот. Далее, необходимо понять, какой ваш молодой человек-мужчина вообще, каков он, как мужчина, и увидеть, какая рядом с ним должна быть женщина, то есть какое женское поведение, какое женское отношение ему нравится, его возбуждает и вызывает в нем обратную связь. Соответственно, вам нужно, опять же, для себя решить, можете ли вы стать такой женщиной? Если да, то старайтесь ей стать. Но при этом нужно исключить вред вам, который может быть нанесен при реализации этого образа. И последнее. Вы можете просто занять важное место в жизни молодого человека. То есть, вы можете интегрироваться в его жизнь там, где он сам не справляется, так, чтобы он полагался на вас и видел от вас откровенный, однозначный, положительный результат. И если вы сделаете так, то молодой человек будет в вас нуждаться. И, таким образом, он захочет превратить отношения в серьезные. В первом случае, то есть, в случае, когда, например, вы становитесь для него той женщиной, которая ему нравится, которая, ну, которая, по его мнению, должна быть с ним. Вы помогаете мужчине почувствовать себя таковым. И это ощущение заставит его возвращаться к вам снова и снова, если он будет с вами, чувствовать себя мужчиной. Вопрос в том, что это нужно? Что для этого нужно ему? И можете ли вы это ему дать? И какой ценой? Вот, на вопрос цены и на вопрос о том, как, вам нужно как следует подумать. Потому что, может быть, оно того и не стоит. Вот. Вы почти ничего не написали по факту, то есть, ответ можно дать самый общий. На мой взгляд, вот исходя из той информации, которую вы предоставили, ответить вам можно так, именно. Ну, чтобы совсем уж не вдаваться в какие-то частности, чтобы не рассматривать какие-то варианты, которые вообще к вам отношения никакого не имеют, да? Чтобы работать только с тем, что, собственно, ну, то, что есть. С тем, что есть, с тем, что есть. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам, если у вас остались, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой постскриптум будет. Я поэтому сбился немного, потому что мне мысль в голову пришла. Подумайте, что вы хотите для молодого человека. Как вы его воспринимаете? Как вы, когда вы сами к нему относитесь? И как вы воспринимаете себя? Чего вы хотите для себя? Понимаете, в норме для отношений. Идеально, если вы хотите ему и счастье. Молодому человеку. Это идеально. И куда более проблематично, если вы что-то хотите для себя. Через него. То есть, потребностная сфера имеет место быть. И в этом случае вам будет просто тяжелее. Я не говорю о том, что это нельзя сделать. Я не говорю о том, что это невозможно сделать. Мольно. Мольно. Но, тем не менее, это будет сложнее. Просто сложнее. Тяжелее для вас. Потому что, например, у вас будет мотивация. Чрезмерное количество мотивации, которое будет мешать вам быть собой. в отношениях. То есть, постарайтесь удовлетворить все свои потребности, которые влияют на вашу мотивацию быть с ними. То есть, сделают вас несвободными. Потому что, будучи несвободными, можно построить только несвободные отношения. И эти несвободные отношения не принесут счастья ни вам, ни вашему молодому человеку. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok